Экономика и ничего больше. Более 112 километров районных электросетей планируется отремонтировать в этом году в Крае. В программе реконструкции 17 километров в Бикини и Советской Гавани, 6,5 километров в Комсомольском и Ванинских районах, а также 40 километров электросетей в Верхнебуринском районе, почти 23 километра в Нанайском, 12 в Ульшском и 14,5 километров районных электросетей в Солнечном районе. Комплексный план развития электроснабжения в Крае разработан правительством до 2022 года. На его реализацию из регионального бюджета выделено около 116 миллионов рублей. В прошлом году было приведено в порядок 36 километров районных электросетей, а задача исполнительной власти – обеспечить надежным электроснабжением все населенные пункты Края. Но проблемой номер один в правительстве называют «Северный завоз», несмотря даже на то, что, по информации министров, поставки углей и жидкого топлива идут в этом году с опережением графика. К примеру, 100% уголя северным районом Края уже отгружено. По итогам прошлого года удалось снизить расходы бюджета на «Северный завоз» на 320 миллионов рублей. Дополнительный эффект даст перевод Советской гавани на теплоснабжение от Совгаванской ТЭЦ, а также строительство новых котельных и перевод действующих на более экономичные виды топлива. Например, перевод на газ дизельной котельной Переяславки. Эта работа уже идет, и одна такая котельная обходится бюджету в 200 миллионов рублей. Дорожная карта модернизации системы теплоснабжения разработана до 2023 года. Она предусматривает перевод на уголь мазутных котельных в Лососине и Ванино, перевод дизельной котельной в Многовершинам, мазутной котельной в Князьеволконке, Калинке и в селе Благодатное на более экономичные виды топлива. В результате подсчитали в правительстве экономия средств составит почти 2 миллиарда рублей. На каждого больного с полисом ОМС Краевой фонд обязательного медицинского страхования потратил 18 тысяч рублей. Среднестатистически. Таковы его подсчеты по итогам 2019 года. При этом большинство из тех, кто попал на лечение в стационар в прошлом году, не несли никаких дополнительных финансовых затрат. Это следует уже из исследования Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 30% опрошенных, однако, ответили, что им во время лечения в стационаре приходилось некоторые медуслуги оплачивать. Экономика всюду. Следим и участвуем. Продолжение следует...